здравствуйте эта программа открытый диалог с вами николай пивненко как всегда мы внимательно отслеживаем все что происходит в городском округе люберцы и за его пределами сегодня тема у нас детская медицина да и наверное не только детская а вообще медицина насколько сегодня медикам удается вылечить не только взрослых но и со всех совсем еще маленьких детей насколько дети которые появляются на свет сегодня то ли слабее то ли сильнее своих родителей все эти вопросы я попытаюсь адресовать нашему гостю в гостях у нас николай федорович щапов кандидат медицинских наук заведующий отделением хирургии новорожденных московского областного центра охраны материнства и детства все правильно вроде все верно николай федорович первый простой вопрос самый элементарный последний раз я должен был получить какую-то справку ну не грипп было что да еще до всех коронавирусов вот я пришел 15 минутный прием у меня у врача за все это время по полюсу все как положено врач ни разу не посмотрел в мою сторону потому что я же как бы пришел выздоравливающий чем я смотреть за документ пода за документами и у меня было ощущение что нож просто бы мне прислали там по электронной почте зачем приходить я к чему просто веду в нашем понимании врач это чек хотя бы но должен на тебя какой-то ну взглянуть хотя бы издали я уж не говорю про щупать ни в коем случае я к чему веду медицина все таки отдалилась сегодня от человека смертного прячется за цифрами из-за вот этим бесконечным количеством бумаг которые вроде уменьшаются зато электронных становится больше подходим такому непростому вопросу сразу почему непростому потому что все таки да это вроде как позиционируется как благо на то есть это благо для пациента это благо для врача снять с врача его бумажную работу которые ему загружали за последние 20 лет его нагружали новыми бумагами отчетностями формами и тогда и тому подобное да и собственно говоря система которую вы сейчас говорите да она по сути призвана снять с врача вот это вот всю бумажную волокиту и тем самым оптимизировать его работу снизить время ожидания опять же для пациента пациент подошел сразу зашел в дверь врача вышел со всеми документами и спокойно пошел дальше на работу хорошо для экономики хорошо для пациента вроде хорошо для врача вроде все красиво да но принципиально как бы что-то пошло не так что-то пошло не так количество документов которые и время за которую до норматив за который доктор должен все это дело оформить да по сути хороший статус до хороший статус осталось это описание пациента до его нынешнего состояния занимает у меня да когда у меня есть несколько шаблонов да я себе самых подготовил я долго вымерял мы селон за занимает 15-20 минут вдумчивого написания текста чтобы потом это не было просто бумажка отписка а я мог поднять свои документы и посмотреть что же реально происходило с человеком а порой я поднимаю документы для может быть я писал это на каком-то автоматизме да но я в своих же записях могу найти ответ на тот вопрос который я нахожу допустим в создании мост самому себе когда мы осматриваем пациента и конечно здесь амбулаторное звено она в этом смысле конечно проигрывает потому что как бы запись она есть запись до количество прикрепленного населения из количества прикрепленного населения количество докторов поликлиники как было в контакт недостающим да так она остается проблема осталась я когда-то сделал свой доклад говорил о том что оптимизация да она должна структурировать и снимать нагрузку равномерно распределяю между докторами нежели искусственно создавать дефицит вот этих вот докторов да то есть по сути мы искусственно создали дефицит докторов увеличили к ним поток пациентов ограничили возможность доктора общения с пациентом заменив его общение на оформление документации не успел пожалуйста тебя штраф ты уже искать не указываешься да то есть вот она гонка зачем она нужна для здорового пациента до который пришел за справкой как бы это в принципе в принципе ничего но мы сейчас с вами с вами услышали да вот в этом году много так всевозможных разговоров изменений предложения они продолжаются я думаю год будет в этом плане все будет это будет меняться да конечно до эфира я рассказывал что когда-то давно меня школьник четвертого класса спас молодой хирург из с тех пор у меня для меня хирурги но и на молодые врачи да как у такого возраста это психологическая такая история очень такое серьезное доверие вы являетесь детским до хирурга правильно правда да вот вопрос очень простой что должно быть у человека как должен человек развиваться учиться а какие не должны быть интересы в жизни чтобы стать не просто хирургом это первая часть вопроса 2 еще и детским но опять же это везет должна быть великой любовь к детям да то есть как бы принципиально я вспоминаю свою первые шаги в медицине я просто понял что я не могу работать со взрослым я могу работать со взрослым но удовольствие по нему получают общение с детьми детьми же сложнее всего кстати работам как кому как потому что тоже со мной когда я смотрю новорожденного ребенка да и мне говорят а как же вы понимаете что у него болит а я понимаю я как бы понимаю потому что у него есть рефлексы те же сам которые есть у взрослые реакция на боль так что такая же как у взрослых только взрослые и как-то пытается завуалировать до чем-то закрыть то ребенок это чистые эмоции которые мы можем получать из общения с ним это очень интересно звучит потому что я старше сестры на 11 лет и я помню что когда-то она в ухо что там сунула будучи вот грудным еще ребенком фактически и я помню как вся семья сходила с ума потому что ребенок кричит а мы ничего не можем сделать а вы говорите что по рефлексам вы можете раньше поведению по опять же да то есть есть вопросы которые мы задаем родителям да то есть с чего началось не бывает же так что ты чем шоу шоу что да опять же зависимости на вас какой проблемы приходят да тоже как бы здесь есть много нюансов конечно да то есть я могу поработать и педиатром я могу поработать зло врачом да когда я работал в поликлинике я ставил диагнозы педиатрические потому что как бы даже с краснухи выставил артриты которые ну не моя ситуация да я это знаю да но сейчас как видимо хорошо учились ну как учиться как учиться мне было это интересно именно на хирурга учили нет я учился на врача мы сначала мы получаем диплом по специальности диплом специальности врач по специальности педиатрии потом идет кто-то год и в интернатуру кто-то два года в ординатуре я пошел сразу в ординатуру с красным дипломом соответственно ординатура у меня же было по детской хирургии аспирантуры она у меня уже было в на натальной хирургии собственно говоря в ней я и остался еще он просто тут очень интересно это тоже отдельная передача можно сделать как люди хирургом становится на все-таки много просто еще важных вопросов скажите а что главное должно быть у хирурга что должно быть характере человека чтобы он стал хирургом но и няш ведь ведь все время ошибка под тобой она же над тобой слева справа весь ну во первых как бы ошибка есть опыт да и принципиально да я всегда говорю о том что не бывает хирургии без осложнений не бывает хирургии без ошибок осложнения всегда ты не можешь знать до конца все что происходит пациенту но твое качество как специалиста определяется не тем как ты хорошо умеешь делать стандартной операции а как-то в нестандартной ситуации можешь выйти в хороший исход для пациента давали не стандартно они постоянно идут как бы постоянно что-то происходит да то есть мы очень радуемся когда мы там сделали операцию я не говорил про какие-то простые да банальные операции но мы таких не делаем на то есть у меня за прошлый год в отделении сделан 427 больших хороших операций из них более 45 процентов лапароскопии таракоскопии да это самое так это когда мы делаем при пути при помощи небольших доступов при помощи специальных портов оперируем в не разрезая там живота или грудную клетку да то есть при порогах развития пищевода когда у нас когда пищевод внутридробно не срастается не формирует полноценную пищеварительную трубку средства наша задача сшить пищевод уже рожденного ребенка самый маленький вес ребенка который нас настоящий момент мы с оперировать и килограмм 100 грамм да то есть объем поливральной полости в которой мы работаем он размером со спичечную коробку и в этой в этом объеме да мы должны сделать выделить пищевод освободить его от трахеи сшить между собой и естественно да то есть эта операция реально очень высокого класса в нашей клинике таких больных проходит прошло за прошлый год по-моему 10 человек когда-то несколько лет назад наши хирурги выезжали зарубежные клиники со своим докладом там 200 операций в рамках одной клиники с атрезией пищевода и против наших хирургов были выступали хирурги иностранные у которых по всей европе 22 22 ребенка такой же аналогичный период проходил на то есть как бы принципиально сложности операции количество их они достаточно высокий даже в рамках такого региона московской области это очень большой регион по и по количеству и к сожалению по качеству сейчас я такой вот может быть не ходить человеческий термин но вот я все-таки очень хочу адресовать этот вопрос потому что экология жизнь семья еда конце концов ребенок слабее стал пошел что называется или все всегда то есть проблемы одни и те же заболевания разные сейчас медицина шагнула на такой уровень до что мы чтобы не создавать перенаселение ну грубо говоря то есть у нас сократилось количество родов это дырмы плохая тенденция дыма гости люди это делают не специально как бы так получается так просто получается так что как бы сейчас 17 18 детей в семье это много да это конечно сложно но это огромное количество да но как бы даже если мы сейчас рождается 123 ребенка да мы их всех выхаживаем мы боремся за каждого человека да мы не выпуская в руки до последнего потому что мы понимаем что это человеческая жизнь это человеческая судьба это судьба семьи это очень непростое решение да и конечно да все дети которые рождаются да они все получают полноценный объем помощи неонатальной хирургической и т.д. с точки зрения того что все говорят что вот сейчас много пороков больше чем раньше нет в популяции то есть в количестве родов всегда количество пороков оно примерно одинаково примерно равняется семи каждое время свои пороки нет в каждом время в любом месте точки земли земного шара в любое это гита как бы ошибка то приспособляемость которая собственно говоря сформировала человеческий вид как мы имеем сейчас да то есть какое-то изменение но все равно происходит и мы можем да говорить что есть какие-то регионы есть конечно регионы в которых пороков рождается больше или меньше да но принципиально если в среднем взять в разные года в разных странах все равно количество пороков одинаково другое просто на как мы умеем с ними справляться как мы эти пороки лечим вот мы сейчас к этой части перейдем а именно какие заболевания чаще всего с чем мы сталкивались и какие может быть сложности и может быть нам тем кто не является врачи что-то нужно сделать заранее вот сделал небольшую паузу эта программа открытый диалог у нас в гостях кандидат медицинских наук николай щапов напоминаю что эта программа открытый диалог сегодня у нас гостях николай федорович щапов кандидат медицинских наук заведующий отделением хирургии новорожденных московской области центра охраны материнства и детства и вы давайте сейчас уже конкретно поговорим по вашей специальности потому что есть целое отделение и как бы мы тут но что называется тема такая острая когда взрослые болеют это конечно плохо когда дети это вдвойне с чем вы сейчас сталкиваетесь вот вы говорите что операции бывают разные банальные а для нас людей любая операция это какая-то катастрофа на вероестественная да и все-таки что сейчас вы как специалист отмечаете что происходит с вот этим новым молодым поколением людей какие может быть пороки появляются что-то такое интересное даже для вас точки зрения как ученого начнем с того что я возглавляю самое крупное отделение хирургии новорожденных в московской области да то есть 30 коек на который который развернуто мое отделение это настоящий момент наверное это 70 процентов всех коек в московской области соответственно по нам судить о состоянии здоровья населения в принципе сложно мы аккумулируем на себя детей мы аккумулируем себя пороки мы аккумулируем себя сложный самый сложный случай у нас идет согласно нашим действующему приказу московской области мы как больница как перинатальный центр по сути мы аккумулируем себя всех женщин у плодов которых выявлены врожденной пороки развития эти женщины к нам идут причем не только из московской области про нас знают и соседние регионы и москва тоже считает те кто считает нашу уровень оказания помощи хорошим да и к нам проще скан так по некоторым позициям попасть тоже выбирают наш центр для родоразрешения и собственно говоря дальше мы работаем в четкость разрешения что это беременность должна завершиться она должна потому что ваши термины врачебные иногда ребенок должен родиться соответственно ребенок рождается в нашем либеретском роддоме он специализированный именно для нас для пороков развития тяжелый сложный постоль поскольку мы можем оказать хирургическую помощь непосредственно в родзале и неоднократно это позволило на спасти несколько жизней когда хирург присутствовал при родах мы имеем реанимацию одну из самых крупных реанимаций для новорожденных детей недоносных детей в московской области второй этап уже в детской больнице собственно говоря если порог развития не был выявлен внутриутробно и женщина родила где-то в другом районе московской области существует специальный на натальная бригада которая по первому же признаку что надо оказывать ребенку помощь выдвигается со скорой с бригадой реаниматологов ребенка доставляет к нам и опять же мы можем брать в операционную даже с колес если на то есть необходимость собственно говоря есть некоторые пороки развития которые мы должны с оперировать течение там четырех шести часов после рождения и мы это с этим справляемся до результаты да по хирургии процент летальности запасы за прошлый год снизился практически на процент если мы имели 47 процентов в прошлом году в этом году 37 по одним данным 31 по другим зависимости от опять же что брать за количество прореченных больных очень серьезно снижение снижение идет за счет того что у нас практически на 20 процентов выросла объем оказываемой помощи на 30 процентов увеличился объем проводимых оперативных мешательств сейчас об этом поговорим я все-таки хотел бы вернуться к патологии потому что нам важно еще коллективе вашему знать сейчас какие пороки чем страдают наши женщины и с чем вы сталкиваетесь как хирург с человечеством что-то происходит плохое принципиально нет нет принципиально как бы пороки они примерно все в одной паре мы видим увеличение количество пороков опять же потому что мы стали больше лечить на к нам больше хотят приехать с оперироваться у нас пока такой сгусток у нас идет концентрация этих пациентов какие основные хорошо то основные основной порок который который мы аккумулируем на себя и мы вынуждены где то что у нас единственного но натальна урология во всей области то до шести месяцев никто ребенка с пороками развития мочеводелительной системы не занимается соответственно мы их берем всех на себя это порядка 60 процентов всей нашей патологии мы придерживаемся в этой ситуации принципа того что если есть экстренная ситуация которую нужно лечить в период новой рожденности мы оказываем необходимую помощь в период новой рожденности если это какие-то более плановые вещи да мы все равно ими занимаемся в возрасте двух трех четырех месяцев в зависимости от того какая ситуация есть опять же мы используем все современные методы это эндопросветные операции то есть через естественные пути через мочево-воспускательный канал когда мы оперируем мочевой пузырь это лапароскопические операции когда мы опять же делаем без разрезов но тем не менее те же самые объемы операции сложных которые раньше делались открытым способом собственно говоря да это очень немаленький объем хорошо я просто оборудование день с точки зрения оборудования есть мы оборудуемся в основном по программам госгарантий которые существуют сейчас они это федеральные программы они активно развиваются и в московской области собственно говоря есть программа детства есть другие варианты обеспечения другого просто что да мы все таки сейчас активно выбираем хороший оборудование сейчас мы сейчас начали новое направление которое в принципе сейчас пока в мире она еще пока не было это лазерной хирургии при помощи лазерного луча c co2 лазера пришла идея о том что мы можем заменить те вещи которые есть сейчас да вот это новым вариантом как то пришла идея это так это же опасно опасно сложно и эти ведь к этим вещам хирургии подступалась несколько раз в своей истории ушли как бы на тот момент в наиболее безопасное направление это ушли в диодные лазеры которые в принципе используются сейчас достаточно широко и за рубежом но опять же да инженерное выставление осталось в развитии и сейчас мы взяли себе на апробацию то есть фирма нам предоставила оборудование для того чтобы мы могли оценить оцените его возможности его ограничения это лазеры которые оснащены современной системой контроля выходной энергии то есть основной поражающий эффект был то что и было неконтролируемой энергии то есть мы не могли предсказать на какую глубину будет поражение и что при этом какой объем ткани вокруг этого луча будет прошло то есть в принципе система уже как бы это не то что мы взяли там лазер с завода этого собственно лазер который апробирован был на достаточно большом количестве на это было взрослое население это были небольшие операции и собственно говоря мы пришли взяли этот лазер и начали делать операции у детей соответственно первого ребенка мы с оперировали 30 января соответственно сегодня же мы с оперировали 3 ребенка этой технологии как не кровят мы это важно это очень важно к объем кровопотери 5 миллилитров за операцию это ни о чем это операции очень тяжелые этой операции в принципе да то есть ребенка была завершающая эта операция то есть мы ему в периоде новорожденности вывели кишечную стому которая защищала его от кишечной непроходимости мы вывели на переднюю брюшную стенку собственно ребёнок всю жизнь свою да то есть с период новорожденности там до пятерых до семи месяцев он жил с этой стомой он как его только туда соответственно там грубая кожа воспаленная и когда мы ее режем естественно скальпелем да соответственно там очень богатая васкулиризация и за счет того что повреждает сосуды идет кровотечение если мы начинаем пользоваться при традиционными методами остановки кровотечения до возникает ожог что приводит к тому что эти ткани хуже заживают и опять же не становится не так когда мы стали использовать лазер мы удивились да то есть идет разрез при этом нет кровотечения мы могли бы выделяли полностью открывали брюшную полость обрабатывали кишку обрабатывали сосуды этой кишки и мы не получали кровотечение то есть объем кровопотери 5 миллилитров это случайно вот здесь такой важный момент вы так интересно рассказывайте что время просто пролетает мы не очень хотим встречаться с врачами тем не менее то есть вы инициаторы каких-то нововведений конечно конечно хирург вообще врач он должен быть ищущим человеком да то есть если нас начинает все устраивать в том что мы делаем значит ну как бы вопрос аж то ли мы делаем да то есть если ты пришел с утра на работу одел халат отсидел снял халат ушел домой и все как бы ну да ты врач ну ты винтик да то есть ты скорее что ты устареешь да и хирург врач всегда должен быть чем-то недоволен чем-то что-то должно вот все время заставлять тебя что-то искать новое это поиск нового она опять же дальше натыкается на твои насколько ты готов к этому новому конечно хирурги которые сейчас со мной работают это люди которых я нашел для себя ты и мы с ними с работе по крупицам по крупицам да собирался соответственно опять же у меня два кандидата наук в одном отделении моем работает это достаточно большое количество плотность кандидатов наук на отделение для московской области у нас очень хорошее анестезиологическое обеспечение то есть вы даже у новорожденных детей даже у маловесных детей наши анестезиологи используют эпидурнальную блокаду то есть это та технология которая позволяет снизить количество наркотических анальгетиков она блокирует сегментарно боль на том месте где мы оперируем это адекватно поддержание жизненных всех функций да то есть мы не должны думать да то есть нам не надо думать о том как бы насколько наши операции тяжело приносит пациент или плыве хорошо приносит они за это отвечают профессионалы которым мы по сто процентов доверяем и будет доставить играть проще слава богу время к сожалению совсем мало а у меня еще есть вопросы вы очень много рассказали о своей клинике сразу возникает вопрос а сколько мама папа вся семья должны найти этих денег чтобы сделали операцию но я все-таки есть принцип тогда то есть я как бы меня принципов не очень много но этот принцип у меня есть дай пациент в моем отделении и опять же до пациент московской области даже если он не имеет полис обязательное медицинское страхование необходимую помощь он получает тем или иным способом да то есть наш территориальный фонд медицинского страхования обеспечивает 60 процентов оплаты пациентов если пациент нуждается в экстренной помощи то есть я не связан по рукам и ногам если ребенку нужна помощь он эту помощь получает я хочу чтобы в моем отделении в нашей больнице в нашей области вопрос финансов не влиял на качество оказания помощи с точки зрения того что такое для меня пациент когда я оперирую и вообще да к вопросу о том что как хирург может резать да как бы опять же у нас немножко сказать разный подход я говорю о том что я не режу я лечу то есть есть проблема с которой надо забраться есть некий субстрат который вот этому ребенку или человеку неважно он навредит не надо сделать так чтобы этому конкретному человеку не навредил да мне надо для этого что-то сделать но опять же да не подбашь не поедешь тут вот такая вот на работу спасибо большое николай федорович щапов кандидат медицинских наук за выделением хирургии новорожденных московского областного центра охраны материнства и детства как вы понимаете когда врач приходит тем более врач который работает с детьми не могли мы его долго отпустить спасибо вам большое спасибо за беседу это была программа открытый диалог с вами николай певненко